Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хотела бы засвидеть Господу, какие милости и чудеса Он совершает в нашей жизни. После того, как нас постигло странное приключение, к которому мы вообще были очень шокированы. Это наш мальчик, да, и мы пронесли буквально 10 лет эту тяжесть. И на данный момент у нас 5 лет как нету приступов. И, знаете, я честно говорю, и мы так немножко успокоились. Успокоились, и были такие обстоятельства, что мне казалось, что трудность есть, она прошла, и мы служим, и мы такие сильные, мы крепкие, мы чем-то закалены. Но, знаете, пришла такая трудность, которой мне пришлось стоять перед выбором. И на тот момент я действительно очутилась, как будто на мне горела крыша. Я был дом, да, и это горела крыша, да, и казалось, что всё, выхода уже нету. Это случилось, когда я была на третьем месяце беременности, и я приехала к родителям в Грузию. И спустя неделю звонок с России, и мне говорят, что мой брат умер. Лично мне сообщают. И это, конечно, очень-очень больно. Это больно, когда ты никогда не терял так. И это был единственный брат. Я была не готова. И я держалась, потому что мама смотрела на меня и тоже держалась. Но спустя неделю я пришла на служение, меня все обнимают, окружают, и я понимаю, что что-то со мной происходит. И меня везут в больницу, и врачи говорят, что всё, ребёнка нету. И что нам необходимо сделать аборт. И просто нет слов. Просто нет слов. И, видя моё состояние шокированное, я не была готова к этому. Я даже близко не подошла бы к этому слову. И мне врач говорит, давайте сделаем вам УЗИ. И они делают мне УЗИ. И говорят, всё. Но вот мне уже вставать, он ударяет по животу, и говорит, о, ещё шевелится. Знаете, они подписали сами себе приговор этим словом. Для меня это слово было точкой для того, что я не буду это делать. Они говорят, знаете, вы просто себя убиваете. На этот момент у вас сейчас стоит, у нас вопрос стоит в вашей жизни. Не ребёнка вашего, его уже всё, уже всё крест поставлено в вашей жизни. Потому что у вас считанное время, у вас считанное время. И на тот момент я поняла, я сказала, нет, это мой ребёнок, и что будет, то будет. И меня положили в палату, мне сделали капельницы, уколов там, конечно, кучу. И они просто не заходили ко мне. Они ходили и вот так наблюдали, что со мной происходит. И был только я и Бог. И я на тот момент поняла, что вот кто я вообще, кто я, христианка я или нет. Знаете, когда такое постигает, ты действительно тот кто-то есть. И на чём ты строил, и что, какое твоё основание. И в этот момент я сказала, Господь, я такая, как есть перед тобой. И если ты захочешь, да, меня не станет. И я знаю, что это благословение для меня, я пойду к тебе и буду с тобою. И это действительно благословение, дети Божии. Но если милость твоя есть для меня, чтобы мои дети, они были рядом со мною, чтобы муж имел радость, чтобы мои родители, которые потеряли только что сына, они не имели эту боль ещё больше. Если есть твоё благоволение, и хоть немножко яви его мне. И не только мне, Господь, и этому ребёнку, потому что я очень хочу этого ребёнка. Вы знаете, они четыре дня ходили мимо меня. И я просто каждый день была чудом для меня. Каждый день. И шансов они говорили. Вот, ну, вот, может быть, не сейчас, может, через завтра, может, послезавтра. Но всё, дыхание прекратится у этого ребёнка. Всё, у него нет шансов. Через четыре дня они меня выписали, потому что они не хотели иметь со мной никакого. Они понимали, что нету. Я... Просто проблемы у них из-за меня. И я заплатила там 200 долларов, будучи гражданкой Грузии, за то, что пролежала в своём государстве. На этой палате. После... Прошло три недели. Привезли моего брата, похоронили. И я прилетела в Беларусь. В Беларусь семье сразу положили в больницу. И прогнозы опять были неутешительными. Три недели я пролежала в Беларуси. Я не заплатила ни одну копейку. И это такое благословение, в котором у нас есть чем сравнивать. И я считаю, что мы должны благодарить Господа за Беларусь. И я хочу засвидетельствовать, что Бог даровал милость этому ребёнку. И она не то, что начала функционировать всё, и поднялся плод, и прошли именно то время, сколько я должна была её пронести, что она родилась здоровой. Хотя врачи говорили, даже если что-то и появится, шансов нету, чтобы это было здоровое дитя. Но сегодня мы хотим, чтобы это дитё прославило Господа. И чтобы вы прославили Господа вместе с нами. Да будет имя Его благословенно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!